Министр проинспектировал ход ремонтных работ на дорогах округа. Особое внимание уделил участку в поселке Краскино и трассе на Хасан. Отметим, что в социальных сетях жители Краскино активно обсуждали качество ремонта внутри поселкового отрезка дороги. Правильный ли грунт применялся для отсыпки, выстоит ли дорога под натиском тайфунов и многое другое. На переживания жителей откликнулась председатель Думы Хасанского округа Наталья Карпова. Сегодня состоялась встреча по договоренности с министром дорожного хозяйства Игнатенко Алексеем Владимировичем и подрядчиками, которые выполняют контракты на участках госграницы 3,7 и раздольная Хасан 11,8 километра. Это был очень большой резонанс со стороны жителей, волнение, тревоги, потому что люди не до конца понимали о качестве ремонта дорог, которые проходят через Краскино, потому что все мы испытываем тот дискомфорт, который сегодня возник из-за этого ремонта. На сегодняшнюю встречу мы пригласили и общественного наблюдателя Виктора Николаевича Краснова, депутата по Краскино-Остапченко Владимира Николаевича, которые задали прямые вопросы непосредственно, что касается ремонта. На все вопросы общественности ответил Алексей Игнатенко и заместитель генерального директора компании-подрядчика Владимир Дерец. Были прояснены вопросы касательно проектно-сметной документации. Депутатов и жителей заверили, что все работы проходят строго в соответствии с техническим заданием. Никаких отклонений и нарушений при проведении работ не обнаружено. А также Алексей Игнатенко пояснил, что краевое правительство уделяет особое внимание качеству работ на этих участках, ведь все они ведутся в рамках развития Хасанского округа. Возник вопрос о том, что якобы некачественный грунт используется для ремонта. Конечно, это опровергли присутствующие. Почему? Потому что есть ГОСТы, есть техзадания и есть та документация строго, по которой они работают. Виктор Николаевич Краснов задал свой вопрос в отношении дамбы на 179-м километре. И мы лично проехали туда и все посмотрели на местности. Алексей Игнатенко отметил, что работы на водных объектах не входят в компетенцию Министерства дорожного хозяйства. Также на встрече был озвучен вопрос по дороге в село Цуканово, на которой разрушен асфальт. Жители высказывают огромное беспокойство. Подрядчик заверил, дорогу отремонтируют. Дело в том, что сегодня большекрузы ездят по той дороге, замечательной, которая была построена несколько лет назад, и которую тщательно оберегали жители. Гордились ею, что за короткое время можно добраться до Краскина. То есть на сегодняшний момент она, конечно, не в том состоянии. Мы проехали на проблемные участки. Получили также ответ на то, что подрядчик сразу же дал комментарии. Все участки, дороги на село Цуканово будут восстановлены. Также в рамках встречи Наталья Карпова и Алексей Игнатенко посетили новый асфальтовый завод, возведенный в Краскино, в соответствии со всеми экологическими нормами. Его мощность в пять раз превышает показатели завода в Бамбурово. Мы помним распоряжение Олега Николаевича Кожемяка, который рекомендовал и по решению было принято на краевом уровне, чтобы здесь открыть свой завод, а не возить асфальт, вы понимаете, из Владивостока или Уссурийска. И вы знаете, сегодня я приятно была удивлена, потому что здесь сегодня работают новые технологии. То есть с учетом экологической защиты для населения. Вы не увидите сегодня ни единого облачка черного дыма, который мы привыкли обычно видеть в районе Бамбурово. И я думаю, что это решит большую проблему по дорогам Хасанского муниципального округа. Потому что сегодня уже будут первые две партии нового асфальта уложены на одном из участков дороги. Напомним, ремонтные работы в Краскино и на Хасанском направлении проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Владислав Евдокимов, Олег Кудинов. Новости Славянки.